Всем привет! С вами Кэп и звуки колоколов. Так уж совпало. Значит, это Гранд Финал. Тролль-Подавань против Эльдоса и Птички Гордой. Ну шоу. Красного имба. Тролль-Акалиты, Мудмены. Играть можно. Эльдос, Минеры, Паучки, Магнус. Тоже жить можно. И у Птицы есть Лорды, Аппараты. Ну я думаю, здесь он будет играть Лордами и Снайперами. Помощь Али. Так, Лорд. Здесь Минеры, очевидно. Через одного разыгрывают. Чтоб деф помедленнее был. Так. Здесь Старт через Аппарата. Ну и тут два Ревенанта. Так. Эльдос с Птицей засылают на второй. Два Аппарата. Один ноль, три Ревенанта, плюс отвод. Ну здесь Тримут Антика. Тримут, точнее. Так. И Тролль с Падаваном решили пойти в Страт от Шапкинга. ХЗ спалили, ребята тут или нет. Похоже, не спалили. Так. Два Снайпера добавилось. Тут Паучки. Ну, вообще ему надо пару мишек поставить. И можно ролиться. Так. Кидают здесь на четыре. Ну здесь отличный деф Ревенантами. Тут два. Оппарэшн тоже должны справиться. Так. Тролль уролит. Выпадают Акаши и Муты. Так. Урсу убивают. Ну, небольшой лик. Не страшно. Птичку уже показали, поэтому... Все в порядке. Так. Тролль добавляет Акашу. На пятерку. Здесь Снайпер. И высокий ламп. Ну, Тролль, видимо, сразу решил... Там, типа, в семь там куда-то копить. О, Ридос пропускает. Палец и Зевсы. Ну-ка, что у него было? Два Таракайна без танковки. А, я думал, он на пятерку мишку поставит. Понятно. Так. Кидают все на шестой. Тролль больше. Забрасывают. А здесь два Зевса под одного лорда. Мне кажется, это так себе. Неплохой отвод. Менежа плюс мишка. Это крепко. Отвод двойной. Тут две Акаши. И здесь... Ну, здесь будет жопа. Что-то он краба добавлял еще. Ну, несмотря на мишку, и минеров все равно пробивают. Как и птичку. Тоже не совсем подходящая постройка. Так. Лучше всех дефнуть Тролль. Станчик. Здесь тоже Станчик. Уходит Хил. У второй команды. Ну, а Тролль. С подаваном досылают на седьмой. Три Акаши. Тут вертолет добавился. Тут Медведи. И второй Лорд. Здесь хороший деф будет. А, там еще Снайпер в отводе. Так. Ну, тут надо здесь сами от Кингга отводить. Ну, и так хорошо, да. Нормально. И пацаны делают контр засуну на восемь. Здесь будет лик. Тролль просто ломбится. Оставляя деф на напарника. Трепарейшн, плюс верх, плюс и в сын. Выглядит складно против восьмерки. О, Периагр. Ну, кстати, это нормально. Они еще в зону потери голды не вошли. И можно было с них голды получить нормально. Ой. Ну, без хилов. Без хилов. По ломберу первая тима впереди. 7-5 от красного. Я думаю, да, он в три аппарата типа будет. Может, даже еще ламп закажет. Да. 7-6. Тролль тоже. Решил рискнуть. Кинули. Двергули здесь. А тут покрепче. Побольше. Ну, птица прям серьезный такой. Тут перед деф. Здесь мутант. Магнус. Так, два оргстаг. Нормально. Так. Блин, этот босс не переагрился. О, здесь все нормально. Ой, улетают, улетают. Ну, они, наверное, не успеют. Четыре босса тут. Э, затпшились. Ну, может, одного успеют. Неприятно. Красный должен был в ноль забирать. Но период вот, жесткий. Так. Одного забирают. И. Пропуск троих. К королю. Ну, здесь уже много апов. Поэтому без хила. Засыл на арену. Плотный. От тролля. И подаваем. Здесь пока что мелита. Так, что тут есть еще? Аппараты. Ну, против 17-го нет ничего. Хотя у Альдоса есть минеры. Магнусы. Мне кажется, стройку в какой-то 15-й захочет. Это будет более правильно. Первая команда выигрывает за счет засыла. Но по валеб, вот посмотрите. У второй темы намного больше вэлью. Ну, еще за счет ауру, вероятно. Так, и что же делает тролль? Метовый засыл на 12. Ну, потому что желтого разбомбит. Конкретно. Не очень у него хороший пик. Против наг. Так, ну, птичка должен нормально постоять на ХДСах и Зевсах. Да, он даже дефает. Аппнули короля. Спалили. Так, здесь. Здесь король такой же. Пять регена. Ну, в общем, да. Вторая команда дает понять троллю, что они, скорее всего, в 17-й пойдут. А у троля, смотрите, у него мутанты были спрятаны. То есть, деф есть и у красного мутанты. Хотя, может, погодите, у красного... Не знаю, вообще, если он продавал, то, считайте, вторая команда не в курсах, что мутанты. И тролль, кстати, засылает еще на 14. Аппы это не себе. Инкомчик. Куча панд. Пуджи всякие. Ну, пропуск не особо большой. Ну, и стратегически сейчас выйдет, что Эльдос с птичкой могут Ломбер делать себе. Ну, потому что первой команды король не дапан. И дефчика там, видимо, не было видно. Ну, и обычно, когда в 14-й скидывают, на 17-й уже ничего не бросить. А если бросаешь, то более вероятно в размене тебя гэгэшнет. Чисто из дошкинга не будет. Поэтому уже маловероятно, что Эльдосу с птицей придет. Скорее тролль будет Аппы тапать кинга. И в какую-то 20-ку пойдет. Ну, так происходит. Они скрытно докачали атаку реген. Так. Тролль. Вайперы еще имеются. Здесь три гидры. Еще 200 монет. Ну, ему хватит. Не знаю. А, ну, блясь таким инком. Ну, он трехмут фапнит. И засыл на 17. Так. Птичка рольнул. Сколько у него лордов? О, Эльдос пропускает. Под два демона не кинут. Ферма. Ну, да. Апнет еще двух мутов. Курит. Будет крепко. О, тролль с подаваном засылают наимком. Все ясно. Игра в лейд. Игра в лейд. Нам. Продолжение следует... Так, кряку убил. Тролль поболее ликанул. Ну, хилок может отдадут. Ну, че, ловб, их тим по одному хилу осталось. И все. Ну, тут продолжают засылать. Тролль уже, все, нацелился на 31, похоже. Странно, что птичка рульнул так рано. Ну, то есть, по динамике он мог сохранять ХДСов. В них вряд ли бы пришло на 17. Можно было побольше сделать. Ну, у него тут сейчас крепко тоже друиды с вертом, кони. Ага, и у Ильдоса тоже практически то же самое. Ну, тут гидры. Пока что просто гидры и все. Да, у красного показатели, конечно, ужасающие. Шейкеры, минотауры. Ой, то есть, Бигфут. Бигфут, минотауры. Ага, гидрулечки. Уильдоса. Так, арена. За троллем. Кинули всяких демонов. Вторая команда копит. Не знаю, куда. Куда они захотят кидать? Ну, в тролля типа какой-то 27 может быть. Да и сюда тоже. Ну, наверное, 27. В мутантов 28 вряд ли захотят. 27 окей. Либо еще 24 может быть. Типа все равно, я думаю, они понимают там слишком большие цифры, уже на инкоме. И вряд ли получится ГГшнуть. Поэтому, наверное, лучше кинуть раньше. То есть на 24. Угу. Убирают 24, да. Ну, правильно. Ну, тут либо сразу на инком бросать, либо 24 раз, что они не скинули арену. Ну, от птички, конечно, тут ошибочка, что ХДСов он заролил. Так, красный в ноль. Ну, у него там Гига перед деф. Две с половой, да, получается. Ну, красного не пробить уже. Ну, и здесь уже тролль начал копить. С подаваном. По 4000 у них есть. Куча гидр. И сделал ролл. Красный. Теперь вайперы и медики есть. Отлично. Ой, а у тролля ХДСики. ХДСики с ранжевым ДПСом. Ещё бы ауры какие-то сюда. Так, бары у птицы. Вот у птички, короче, проблемы с танковкой будут. Тут ДПС есть. Рынжовый под вертом. Танковки совсем мало. Так, он там, видимо, отводы перед двадцать четвёртым делал. Так, тролль. Ролится. Находит престов. И дракончиков. Так. Садан. Ну что, все просто копят. Тридцать первый, поэтому сейчас максимальную скорость делаю. Так, престов поставил. Пять штучек. Так, а теперь у него есть некры. Я думаю, он некров будет ставить. Как рейндж дэмэдж. Так, красный там наролил кучу. Кучу пиков сменил. Нашел барычей, нашел замедлялку. Медиков натыкал. Ну, круто что. Всё, ему можно не ролить. Ну, конечно, желательно. Так, он дашбар не стал делать, чисто вайперов тут. На пол. Так, ну пройдём ещё. Что тут деревяки какие-то. Последний ролл. Тут Морт и Наги. Морт потыкал. Ясно, понятно. Так, некорпристы апнулись. И всё. Окей. Засыл больше от тролля. Кидает там спам всякий. Первая команда смогла себе позволить ещё по демону закинуть. Ну и побольше жирных всяких юнитов. Так. Так. Часть у Ильдоса ушла к Кенгу. У птички тут часть вернулась. У тролля не успели убежать. Ну и потому что здесь стоит очевидно, что вэлью красного потащит катку. ГГ. Первая игра для тролля. И подавана. Вторая катка. Арчи капитан и лечилка красного. У тролля. Ну, блин, опять эти тайды. Но у него в целом пик из милишников, поэтому, мне кажется, можно поиграть на этом. То есть, можно зомби капитан плюс отвод он сможет сделать. Так что... Хотя, чё-то ещё можно. Можно ауткаст капитан. Интересно, что он выберет. Эльдос вертолёт, собачки, райдер, орки, варлок. Ну, тут вроде с собаками можно поиграть. У птицы есть деревьяхи, деревьяхи, мутанты, вагоны, прист, маны. Ну, тут через дерево. И либо минёры, либо вагоны. Скорее, минёров он будет ставить. Так, дерево. Тут собачка. 3.0. И, видимо, райдер будет добавляться. Тролль не изобретает ничего. Играет... Тридетский. Тут лучка. А, тут даже орг. Даже орг. Так, засыл от Тролляс подаваем. Урса пришла в собаку. Ну, только инком пропускается. Деревяку не показывают. Кидают на 3. Тут капитан. Вот пизант. Две лучки. Так, орг пришёл. Орк пришёл Тролюн. Похоже. И его сильно порвало. Там от стены это шёл тайт. Неприятно. Но он накопит, скорее, на 2-го. Он не хочет совсем добавлять ничего другого. Так, ну да. Так, две апты, две няпнутые. Вот слабенький. Копят. У нас. Игроки из первой тимы. Бросают снова на 6. Понравилась им волна, это, походу. Так, тут сова какая-то, блять, добавилась. А, он роллил. Он верта воткнул и зароллил. И теперь добавляет всякую дичь. Ну, орг-медведь на 6 это хорошо. Здесь два дуба и минер. Тоже хорошо. Эльдос в ноль. Птичка лекает. Ну, он спалит, потому что у него там солянка из генитов. Ничего не понять. Как будто на гибриде играет человек. Палят горелку. И, соответственно, Эльдос с птичкой у нас бросают на 7. У троля стан. И они докидывали тоже на 7 до того, как спалили горелку. Но, может, не стоит докидывать. Три тайда. Четыре лучки капитан. Ну, там орк. Орки есть. Притом немало. Так, два орка, ауры для красного. Хороший стак. Так, хермиты будет забрать. Отлично. Да, красный норм дефает. Так, здесь мишка апнулся. Ну, и дубы тоже справятся. Тролль пропускают прилично. Все-таки это тайды. Ну, это минус хилы. Два хила. По идее. А, нет. На хпшке выехали. Так, на 8 не стали докидывать. Похоже, ну, лучик-то прочитали. Но, если не лучик, то другой сплэш. И рисковать не хочется. Три дуба. Тут вообще конь. Ну, он, понятно, мутов не будет показывать. Так, все, Тролль дальше себе ломбер заказывает. Ломбер заказывает. Регенчик. Дарья разок. На девятку кидает у нас Эльзо с птицей. Ну, красный лекает. Тролль тоже, по идее, не должен дефнуть. Да. Арчиламбят. 7-7. И просто качкинга. Так, не хотелось бы хил отдавать. Все бросают на 10. Тролль разыгрывает просто массовкой из тайдов и капитанов. Ну, тут просто ауры и все. С арчирками. Запкнутый дуб. И плюс еще один медведь. Так, тут легко устакиваются. Плохо вышли у птички. Так, ну нормально. Завернул. Троллям фокус в одного. Красный. Похоже, не заберет. Да. Троих пропускает. Тролль в одного пропускает. Изличайший деф от Эльдоса. И дубы пропускает одного Велена. Ну, надо апать. Еще может быть, это хил второй. А, 8 регенов. И стан. Сохраняют хилок. По идее, вторая тема забирается. Хотя, так на тоненького было. Хотя, опять перед... Ну, как бы, Велена много больше. У второй тимы. Но так на тоненького выиграли. Интересно. Ну, че. Эльдос птичка. Может быть, сразу хотят копить. Непонятно. Тролль с подаваном кидают на 12. Потому что у них хороший деф. И надо реализовать. Красным условием ломбер. Высокий. Ну, тролль. Своим массовкой отлично дефует. А тут овчерки с аурами. Поэтому тоже нормально. Так, ставит он тай детского роли. Тут у него хадесы. Хадесы и немножко ауру. Тут второй дуб опнулся. Ну, Эльдоса. Дефчик. Крепкие у него хэви. Юниты. Кони, мишки. Так, че-то тут он подхавал. Кингани Аполи. Сейчас ломберы пойдут. Ну, куда они хотят? Чисто в 17-й без кинга. Так, тролль качает. Ну, по стратке все. Скинули, поинкомили. Кинга вкачали. Сидим на вале. По ломберу как бы не жестят. Тут есть танки против 17-го. Неплохие ауры. Так, он заролился. Еще и магнусы есть с тайдами. Совсем крепко будет. Так, и тут что-то урс кидают на 14. Тисто рофлят, потому что там... Птичка пропускает, по-моему, 13-го. Он ликанул без засыла. Подумали, может быть, им хватит пауэра, чтобы еще больше оба, например, ликанули, да? Ну, дубы... У дубов это стандарт. Так, пропускать. Так, тут мутанты. Походу, они сразу в 17-й пойдут. Ну, тролль, что, у него лейт пик. Он может просто апать. А, ну, он просто хадесов будет делать, а гидр ему не надо. И будет долго жить. Плюс у них есть король. Есть валик. В размен бросить еще. Они минималку, наверное, накопят. Так, сколько там у красного? Ну, красный точно, но копит. Тролль, ХЗ. Тританка, Магнусы. Так. Тут еще из-за медлопа появилось. У Эльдоса суперкрепкий пик. Ну, по крайней мере, выглядит так. Пролик. И троллю хватит на кряку. Наверное, мы накопить успеем. Очень много бросили. Так, но короля-то нихуя и нету. Так, тут еще и гидрулька. О, троллю! Два демона. А тут балансно. А тут, видимо, было три дуба, а дальше он добавлял мутанта. Такое себе. Эльдос хорошо справляется, как я и думал. Прямо в нулину. Все отпиздил. Королевич слабый. Ну, тут еще переагр. Так, ну тут уже все, ничего не осталось. Так, хил тратится. Ну и все. Добивают кинга. И счет сравнивается. А, точнее, изначально у Эльдоса с птичкой перевес в один балл, потому что они с верхней сетки прошли. Значит, у них сейчас становится один-два в пользу птички. Вот, на этом пока остановимся.